Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Ведоколус. И у нас с вами сегодня занятие по кулинарии. Мы раздумем говорить по питанию ватоконституции. Нам в этом помогает прекрасный эксперт, консультант по разработке и внедрению вегетарианского меню в кафе и ресторанах, первый открыватель школы вегетарианской кулинарии в Москве, ведущий мастер-классов по всей России, шеф-консультант вегетарианской кулинарии, просто шеф-повар, прекрасный человек Руслан Михайлович Сумцов. Пожалуйста, вам слово. Доброго времени суток, друзья. Меня, надеюсь, хорошо все слышат. Если хотите, вы можете в чате написать, если кому-то плохо меня слышно. Вот, как всегда меня представили, как будто я царь и бог. Я просто повар, который любит свою работу и старается ее людям давать с большого круга и с большой широты. Я так больше это люблю называть, чтобы люди больше знали то, что они едят, зачем они это едят и что их будет ожидать в будущем, если они будут уделять этому внимание, именно питание. Такая фраза, ты то, что ты ешь. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы люди ели хорошее и были хорошими. Вот. Пожалуйста, если можете, ответьте в чате, что вы все меня слышите, всем все нормально, чтобы я уже, грубо говоря, начинал. Вот. Сегодня у нас тема такая. Это будет июрведическая кулинария, я бы так сказал. Да, ну, ведическая, июрведическая, кто как любит ее называть. Я уже до этого на вебинарах своих говорил, что ведическая кулинария, она очень широкая, она есть во всех культурах. Вот. Но сегодня мы взяли определенное направление из-за июрведы. Это вата-конституцию. И сегодня будем разговаривать в большую степень именно про то, что подходит именно вате-конституции. В дальнейшем мы будем проводить вебинары также по смежным конституциям. И думаю, что будет людям некоторым лучше слушать, когда совмещены, потому что, ну, чаще всего это как раз так и выходит. У людей очень много, ну, очень много я знаю людей, у которых с конституцией там вата-пита, пита-капха, и им интереснее подойти к этому. Вот. Но аюрведы это все-таки чаще всего используются при лечении или при профилактике своего здоровья, чтобы понимать свое здоровье и контролировать его. Вот. Поэтому сначала мы взяли точечные, для того, чтобы люди могли уже потом сами приходить к тому, что им нужно, обращать внимание на свой образ жизни. Вот. Сегодня я вебинар провожу с очень необычного места. Я вчера прилетел в свой родной город, в котором родился, в котором у меня мама живет, про который я не раз людям говорю, тот человек, кто меня вообще в аюрведу привел. Я с раннего детства на вегетарианском питании. И вот она меня еще, когда я даже спортом занимался, она мне делала питание такое, какое мне нужно, чтобы я был большим и здоровым. Вот. И меня в мой родной город друзья пригласили, чтобы я открыл вегетарианское кафе, помог им оптимизировать и открыть хороший йога-центр. Йога-центр будет называться красиво вообще. Дом йоги Ганеша. Мое любимое божество, которое у меня везде во всех, и даже со мной ездит одно божество маленькое, дорожное его так называют. Вот. Поэтому в этом кафе я тоже внедряю аюрведическое питание, но не четко по дошам, а именно совмещенные будут рационы. Тут будет завтрак, обед и ужин, комплексное питание. Поэтому если вдруг кто-то в Нижневартовске когда-то окажется, заходите, будем рады. Вот. Перейдем опять к нашей теме. Я люблю скакать с темы на тему. Я любитель, чтобы люди больше узнавали, не только по определенности, а чтобы еще и расширялся кругозор. Вот. Вот. Все, всем слышно, всем все хорошо. Прочитал просто быстренько, что вы прислали интересного. Жалко, что здесь нету смайликов. Было бы еще веселее. Вот. По поводу рационального питания. Ну, рациональное питание, оно вообще должно быть не только в Аюрведе. Оно должно быть всегда. Человек всегда должен хорошо все обдумывать, что он ест, что он пьет. Если пить хотите, пить только в воду. Я вернусь, то если кто-то из вас был на прошлых вебинарах, то как бы здесь я вижу даже новые люди есть. Может, просто по-другому уже назвали себя. Вот. Если пить хотите, всегда пейте только в воду. Конечно, хорошо фильтрованную какую-то. Ну, или... Я из бутылей пью. Конечно, покупная из бутылей. Но мне больше нравится. Вот. Видите, Евгения с нами впервые, поэтому чуть-чуть буду захватывать из того, что некоторые из вас уже слышали. Вот. Дальше по рациональному питанию. Вам надо часто уделять внимание... Это должны делать все доши. Часто уделять внимание именно то, чем вы занимаетесь. Как вам лучше питаться. Для того, чтобы вы себя полноценно, хорошо всегда чувствовали. Завтракать всегда надо правильно. День всегда надо начинать с хорошего завтрака. И для этого вам лучше всего продумывать в первую очередь всегда завтра. Потому что обед и ужин, обед в нашей жизни, в наших мегаполисах, где мы живем, в нашей суматохе, обед и ужин – это такие приемы пищи, которые часто разнятся с тем, что мы должны делать в идеале. Потому что часто ты где-то на ужине или с кем-то на ужине и обед – это всегда где-то 70% населения – это люди, которые питаются в каких-либо заведениях, это люди, которые берут из дома еду с собой на работу. Но особенно в офисах – это микроволновка или еще что-то, или вы употребляете ее холодной, чтобы не пользоваться микроволновкой. Это неполноценное питание, поэтому здесь вы лучше хорошо, правильно позавтракаете, чтобы у вас до обеда было часа 4 как минимум. И то, что вы съели с утра – это уже ваш организм до 5 вечера хорошо наполняет, я вот так скажу, для того, чтобы… Ну, как я, это и многие мои знакомые, которые хорошо, правильно питаются, они иногда могут обедать и в 5, и в 7 вечера. Потому что работой загружен, бегаешь и уже даже не думаешь об этом. Тебе хватает сил, тебе хватает энергии. Все-таки питание – это у нас дизельное топливо для нашего организма, я так говорю. У кого-то это авиатопливо, у кого-то 95-й. У всех по-разному, кто как к этому подходит. По возможностям расширения питания, которые мы сегодня будем обсуждать, это то, что я вам сегодня буду давать таблицы по продуктам вата Доши, которые вы можете легко использовать, можете записывать. Во время вебинара вы можете писать в чате вопросы, все, которые у вас возникают. Я не буду сразу же отвечать, как только прочитал, сразу же отвечать. Мы будем… у нас еще будет перерывчик маленький, потом мы уделяем время на вопросы, вы еще и допишите их. Поэтому, чтобы не сбиваться, мы будем рассказывать, отвечать на вопросы, рассказывать, отвечать на вопросы. Ну и о правильности работы с продуктами и какие технологии существуют с работы. Часть всего, которые используют профессиональные повара, не только шеф-повара, даже повара, которые уже, начиная с помощника повара, с такой должности, которая незначима для многих людей. Особенно в моей сфере деятельности, помощник повара, ну, принеси, иди, не мешай. Вот. Но я часто встречаю людей, которые приходят ко мне и говорят, я хочу стать поваром, мне нравится вегетарианство, я сам вегетарианец, там, год-два. Для меня это малый срок, человек, потому что может легко сломаться, он может легко от этого отойти. Как бы, а я привыкаю всегда к людям, особенно если они работают со мной на кухне, я к ним привыкаю, мне тяжело с ними расставаться. Некоторые заведения, которые я курирую или открываю, там 100% вегетарианцы все работают, иметь тяжеловато с ними расставаться и стоять ему говорить, давай-ка, ну-ка, обратно вернись в вегетарианство и хватит. Вот. И часто я встречаю поваров, которые только приходят, хотят в это окунуться, они уже начинают понимать, что в вегетарианстве совсем другие правила, совсем другая работа, совсем другие стандарты, в отличие от обширной, стандартной, профессиональной кухни, потому что я обучаю людей так, чтобы они понимали каждый продукт, который они держат, и из него надо что-то приготовить. Особенно, если это основной ингредиент любого блюда. Вот. Поэтому, что у нас там дальше в нашей презентации. Вот такого плана я сделал вам в таблице. Первая колонка, которая указана, сейчас сразу же скажу, чтобы вы понимали, как работать. Первая колонка, это то, что можно вообще есть постоянно. Вата Доши. То, что вы можете и на завтрак, и на обед, и ужин, и вообще, как бы, когда захотели, тогда и поели. Но, есть, существует правило, которое должно, должны знать все. Все, что многое, это плохо. Не надо кушать дыни целыми, не знаю, килограммами. Как я называю, передов есть во всем. Даже в простой воде. Когда вы ее много попьете, у вас отечности, еще что-то. Кто-то в пуалет бегает, начинает сразу же, часто. Вот. Поэтому всегда все контролировать надо. И, ну, не контролировать даже, стараться понимать. Вы должны понимать сами себя, самих себя, и должны понимать то, что вы едите. Вот. Поэтому по колонкам это первое. Все, что можно часто. Но не перебарщивайте. Вторая колонка, это изредка можно употреблять. Ну, я людям не люблю запрещать. Поэтому, ну, максимум два раза в день. Вы не будете, конечно, это по два килограмма съедать. Ну, да, два раза в день надо поесть мне априкосы, мои любимые. Я их так люблю. Я так привык их или привыкла кушать. И вы сразу же два раза, ну, максимум два раза поели, и каждый раз по два килограмма. Это, конечно, плохо. Вот. И третья колонка, это та колонка, не которая запрещена. Это та колонка, которую надо стараться исключать. Стараться исключать, ну, или поменьше есть. Ну, просто вот минимализировать эти продукты. Вот. По поводу вообще фруктов. Если взять у нас такие продукты, как папайя. Я думаю, даже и авокадо сюда же входит. Это те продукты, которые, ну, старайтесь не покупать в магазинах. Лучше съездить куда-нибудь, там, где жарко, и поесть. Потому что те продукты, которые продаются в магазинах, они, ну, не столь хорошего качества, я бы так сказал. Особенно фрукты, которые везутся из теплых стран к нам. Поэтому старайтесь это поменьше есть. То есть, если манго кушаете, старайтесь его кушать. То манго, которое тайское. А еще больше я рекомендую употреблять манго-пюре, которое продается в индийских магазинах. Или еще в магазинах здорового питания, интернет-магазинах. Это просто пюрированное, я бы так сказал, консервация эта идет. Но людям хочется манго. И вот если разобрать манго, который вы покупаете в магазине, и покупать манго, которое в пюре. А есть еще, грубо говоря, с чербетами манго. Как это правильно сказать? Замороженное пюре, которое в пакетиках продается брикетиками. Вот если хотите манго, вот самое лучшее, конечно, это заморозка. Здесь в России мы никто, тяжело купить. Ну, я вот смотрю, с Владивостока у нас есть человек. Во Владивостоке, я думаю, манго еще можно найти хорошее. Там недалеко азиатские места. Поэтому там есть, где это достать. Вот, а у нас в Сибири, я сам в Сибири очень много нахожусь. Поэтому тут тяжеловато. Тяжеловато. С этим делом очень даже тяжеловато. Дальше что у нас? Папайя. Честно вам признаюсь, работая профессиональным шефом уже 5 лет, настоящую хорошую папайю я в России еще ни разу не купил. Прям вот настоящую. Я работал с настоящей папайей, которая привозилась с самолетом под какие-либо, я так скажу, шикарные мероприятия для каких-нибудь поставленных лиц или еще для кого-то. Те, кто готовы платить безумные деньги за то, чтобы им привезли красивые, интересные вещи. Дыня, дыню употреблять надо лучше всего в сезон. Сезон, кстати, у нас уже, как люди считают, что начался. Честно скажу, еще нет. Дынь много продается. Я в Нижневаркесе вчера был в магазинах, на прилавках дыни лежат. Такие классные, такие, они пахнут так. Ну, что-то люди боятся их брать. Они как-то еще маленькие. Вот, по поводу авокадо. Вообще для ватадоши авокадо лучше всего употреблять в твердом виде. Вот часто вы приходите, когда в магазин начинаете авокадо щупать, и вы пытаетесь найти мягкое авокадо, которое уже, ну, не будет у вас на зубах трещать. Вот, но мягкое авокадо, это, конечно, хорошо. Но более полезное для именно ватадоши, это твердое авокадо. Просто старайтесь его тоненькими пластинками нарезать. Вам вообще будет термо, что оно твердое. Да, чуть-чуть поменяется вкус. Для того, чтобы вкус был более интересным у авокадо, если оно твердое, просто взбрызгивайте соком лайма. Или, да, соком лимона. У нас и лайм можно вам употреблять, и лимон можно изрить. Ну, лайм можно, постоянно. Вот. Ягоды сладкие, клубника у нас... Где она, нету ее? Да, вообще нету ее. Да, нету ее. Вот. Клубника входит в сладкие ягоды, но если она спелая. И поэтому для сладкой клубники надо подождать сезон, и тогда можно ее лопать. Но клубника – это аллергическая ягода, которая может из трех-четырех клубник у людей, у которых не было аллергии, вызвать аллергию. По поводу магазинной клубники, вообще, магазинных ягод, моя рекомендация, чисто своя, профессиональная, это, конечно, сезонность. Вообще, фрукты – это сезонность, на которую надо обращать внимание. Вот. На сезонность по ягодам можете не обращать внимания, если это сибирские ягоды, сушеные ягоды, замороженные ягоды. Вот тут вот можно уже расслабиться и стараться, ну, стараться, как бы, голову себе не ломать. Вот. В магазинные ягоды сильнее всего надо обращать внимание, это малина, клубника, ежевика, красная смородина, которая продается веточками маленькими. Чаще всего вам десерты в заведениях украшают такими ягодками. Что у нас еще там? Голубика. Ну, я думаю, пока хватит. Вот они производятся, я бы сказал, производственными масштабами. Поэтому чуть-чуть лучше минимализировать эти ягоды, хоть они и сладкие, они вам подходят, но то, чем их пичкают, я стараюсь, как бы, от себя отталкивать такие продукты. А, хотите ягод поесть, возьмите лучше какие-нибудь сибирские ягоды замороженные. Вот. По поводу заморозок, хоть сладким ягодам, как клубника, малина. Это замораживаются на производках те ягоды, как раз, которые они собираются в сезон, когда их большие масштабы. Поэтому лучше замороженные клубники взять, сделать из этой клубники смузи. Берете просто замороженную клубнику, взбрызнули туда соком лайма чуть-чуть, для того, чтобы разбить вкусовые вот эти и ароматические свойства клубники. И просто попили смузи. Батадоши вообще на завтрак очень полезно употреблять. Фрукты. Вот, конечно, не ведрами, но старайтесь что-нибудь хорошее, интересное покушать. Вот. Слива тоже у нас такая сезонная, сезонный продукт, но ее не пичкают. Одна проблема, ее покрывают. Ее внутри не шприцуют сливу никогда, потому что слива это волокнистый фрукт, волокнистые ягоды, я бы так сказал даже. У которой, если при шприцевании, как они же правильно, я слово забыл. Есть такой элемент химический, который добавляют, чтобы это было напухло и быстрее созревало и стало сочным. Вот. Слива противница этого всего, поэтому слива чаще всего обрабатывают наружно. Для этого я всегда, у меня дома стоит губка, она у меня оранжевого цвета, который я прям губкой простой, который вот посуду моют, я этой губкой всегда мою все фрукты, выкладываю их в тарелку и они стоят у меня красиво. Надо, все семьи подходят, просто кушают. Вот. Ревень стебли. Многие люди их вообще не понимают, что это за чудо-чудо-чудо такой. интересный продукт, для меня это вообще необычный продукт, я единственный ревень воспринимаю для себя, это варенье из ревени, вот. И все. Я, наверное, только так могу кушать ревень, для меня это какая-то кислая страшная штука. Вот. Я вообще кислые продукты не люблю кушать, у меня все время лицо мощится. Гриппфрут. Гриппфрут, шикарный, шикарный вообще продукт, у которого для вас полезные вещи. Это цедра, гриппфрута, которую вы, когда гриппфрут хотите покушать, вы в первую очередь снимите цедру с гриппфрута. Для этого вообще можно, вот, цедра лайма, цедра гриппфрута, цедра апельсина. Есть такой ножик, он продается в магазинах, называется нож для цедры, чтобы снимать цедру. Там такие кругленькие дырочки, вы просто проводите, и у вас такая тонкая-тонкая лапша. Вот вы можете брать, просто счищать эту цедру, на пергаментной бумаге разложили на противне, за сутки это засыхает. Просто рассыпали все, и заваривать из этого чай. Просто кипяченой водой градусов 80 заливайте, и просто пьете этот напиток. Также на утро просто ставите графин с фильтрованной водой, засыпаете туда цедру вечером, и с утра пьете эту воду. Это еще говорят, вода с лимоном полезна, это все правда. Во-первых, шлокация по малой кривизне, вот, которая собирается у вас за ночь, потому что, ну, по-любому, многие из вас, и ваши знакомые, и друзья, и родственники, вечером любят что-то поесть. И не всегда это легкая пища на вечер. Это бывает где-то на ужине у друзей, еще что-то. Поэтому вот, счищать эту шлокацию, и жиры, которые собираются, вот, хорошо помогает, как называется, цивитаминная, как на Украине, цивитаминная жидкость. Да, а эта жидкость именно по малой кривизне пойдет, поэтому старайтесь у каждого продукта, который вы едите, находить выходы, ой, выгоды, правильнее сказать, что непросто, потому что как вы грейпфрут кушаете, счистили, наверное, кожуру всю, вот эту толстую, да, и выкинули ее. Вот. У нас на профессионалов есть такая фраза, безотходная производка. Мы стараемся найти вкусовые и полезные качества у всего продукта, какой он есть. Я думаю, если кто-то смотрит кулинарные передачи, что даже цветы у кабачков, когда они растут, вот эти цветы даже люди употребляют, пусть это безумно вкусная штука, да. Плодоножки люди едят, используют. Бывает кто-то из крупных продуктов, плодоножки, мы из них делаем какие-то тарелочки, в которых тоже еду можно складывать. Вот. По поводу киви. Ну, киви это большая проблема, хороший киви. Вот. Твердый киви есть неинтересный. Я думаю, все знают и все согласятся. Вот. Но, если вы купили киви, дайте ему один день на сутки. Как проверяется, вот насколько сильно напичкали киви. А, на сутки, ну просто возьмите тарелку, глубокую тарелку, насыпьте туда рис. Можно круглый, можно длиннозерный. Положите киви, чтобы он наполовину зашел в рис. Вот. И дайте полежать сутки. Потом достаньте и посмотрите, где у вас мягче стало. Снизу или сверху. Если сверху, то киви напичкана сильно нормально. А если снизу тоже, ну как, и сверху, и снизу одинаково мягким стал, тогда этот киви еще хороший. Его привезли из не очень далеких стран, поэтому там его сильно не напичкали. И киви снаружи никогда не обрабатывается химическими всякими, как воском, там еще что-то. Кто-то, ну, химический воск использует, тот еще что. Дело в том, что, ну, фрукт этот, это ягода-фрукт. Как ее там. Она с волосяным покровом, с веселым, как у негра. Поэтому тут можно за это не остерегаться. Ну и понятно, чистить надо полностью снимая кожуру, потому что киви, даже если вы его мойте, среди волосинок вот этих, там все равно остается всякая кака, которой не надо. И плодоножку у киви лучше всего срезать где-то на миллиметра 4-5, ну, на полсантиметра. Потому что дальневосточные фрукты, такие, из тепла и из жары, там очень много вот этих вредных микробиков. И вот они как раз как в банане, так и в киви собираются вот в этой плодоножке. Поэтому старайтесь убирать как можно лучше. По остальным абрикосы, ягоды кислые, вишня, ананас. С ананасом тоже проблематично у нас сейчас. Ананас хороший, это только в сезон. И покупать в тех местах, которые возят не по 20-30 килограмм для своего магазина, там или для своей продажной точки, а туда, куда возятся, это 500 килограмм, 200 килограмм, да, это еще говорят, на рынке лучше взять. Я люблю на рынке покупать продукты, потому что там проходимость сильнее. Часто очень рестораны в разных городах и кафе стараются искать поставщиков себе на рынках, для того, чтобы можно делать четкую отборку продуктов для своих ресторанов и заведений. Поэтому я люблю на рынке и закупать для ресторанов, и для себя лично. Персик, апельсин, финики, виноград сладкий, кислый, арбуз, инжир. Инжир тоже употреблять лучше всего по сезону. Ну, ели с сухофруктом инжиром, потому что на сухофрукты инжир идет как раз сезонный, он более интересный. Вот. Тут мне Евгения задала вопрос, почему нельзя яблоки и груши. Это же фрукты нашего региона, и генетически они лучше для нас, чем папайя-манго. Ну, и с пирогом из ревеня я соглашусь, я его ел, наверное, два раза в своей жизни. У меня делают тетя. Он был вкусный. Но на постоянное я вот именно варенье. По поводу яблок и груш. Дело в том, что генетически человеку подходит много всего. Да, но человек – это, я бы так сказал, сосуд. Да, и в каждом сосуде, в каком-то сосуде у нас вино, в каком-то у нас молоко, в каком-то вода. И вот так вот пошло. И здесь то же самое. Вот, например, яблоки зеленые можно употреблять в капхи. Капхи и на постоянной основе. Тут вот аюрведа именно по дошам, она не заключает региональность. Вот. Ну, она чуть-чуть ее захватывает, соврал. Но тут уже к вашей именно конституции мы идем. Генетически у нас тут яблоки, груши, хурма подходит генетически, клюква подходит очень генетически, особенно мне и мой регион. Я сибиряк, и клюкву я мешками собирал, но я ее есть даже не могу. Для меня это очень кислая ягода. Я могу только морскить, и все. И клюквенный мусс кушать. Больше ничего не могу. Вот. Тут не надо сейчас голову ломать регионам, что у нас растет, что не растет. Дело в том, что в каждом продукте, который мы употребляем, есть микроэлементы, витамины, аминокислоты, ну, много всего. Поэтому каждой доше нужны определенные витамины, определенные аминокислоты, определенные что-то еще, да, ну, из этого раздела. И поэтому здесь надо подходить, вот, что вы делаете. Вот, честно скажу, те, кто много двигается, я бы так сказал, ведет активную рабочую деятельность. Да, для них, конечно, из вот нашей сегодняшней таблицы очень хорошо подходят грейпфрут, лайм, авокадо и дыня. Особенно авокадо. Там высокая калорийность, которая дает, вот, калории дают энергию. Это доказано в диетологии. Чем больше калорий, тем больше энергии, да. Но если организм работает не как часики, эти калории могут собираться в этом организме и никуда дальше не уходить. И при употреблении большого количества калорий и неправильной работе организма эти калории будут собираться. У вас что-то слева вываливается уже, из штанишек что-то справа вылазит, щечки пухнут, руки тяжелые с ногами становятся, вот. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому здесь надо думать и в первую очередь надо стабилизировать свой организм. Так, чтобы он работал как часики. Я еще говорю, что есть, да, есть правила в июрведе, есть правила в диетологии. Но мы народ такой, который любит правила нарушать. И поэтому даже вот зная эту таблицу, вы все равно будете кушать то, что вам хочется. Вот. Для того, чтобы вы могли спокойно есть то, что вам хочется, а не коробить себя после того, как вы съели те же яблоки и груши, чтобы вы не сели в уголке, взяли за голову и качались. Ой, зачем я это сделал, ой, зачем я это сделал. Вот. Поэтому, в первую очередь, мы попробуем сделать так, чтобы ваш организм начал работать. Да, какое-то время постарайтесь просто соблюдать правила, которые нам дала аюрведа. У нас есть список продуктов, которые вы можете тоже поискать. И он еще больше, более обширный, его можно увеличивать. Для этого вы можете консультироваться именно с Ведопульсом по поводу этого всего. Потому что продуктовая корзина, даже фруктов, она настолько огромна, что, я думаю, у меня пройдет презентация только по фруктам на 3 часа. Поэтому я взял такие самые, которые чаще всего используются. Вот. Тамаринт. Его купить в целом тяжело. Сушеный тамаринт есть. Но есть, легко можно купить тамаринтовую пасту. Тамаринтовое пюре. Если вы хотите поесть. Многие люди вообще не знают, что это такое. Поэтому я указал, в связи с тем, что люди не понимают вообще, зачем и кому это можно есть. Кому нельзя есть. Очень сложный продукт. Вот. Есть у вас еще по фруктам вопросы у кого-то? Напишите. И мы сейчас перейдем уже к следующему, к следующей таблице. Я думаю, всем здесь понятно, что там или нет. А, кстати, забыл. Изюм указал, а я не написал какой. Лучше всего употреблять черный изюм. Я еще люблю называть абхазские. Как есть же? Абхазские помидоры, еще что-то. Он более сочный, более вкусный. Он как раз вот уходит, он будет, даже его можно написать вот между ягодой сладкий, изюм, да, и посередине вот. Изюм темный можно написать между этими двумя, тремя словами. Он очень сладкий продукт. В отличие от белого изюма, от мелкого. Вот лучше всего крупный такой. И крупный и темный. Вопрос пришел от Татьяны. Как обрабатывается курага и насколько это вредно? Курага у нас делается, чаще всего, это три способа. Первый способ, который к нам пришел еще из далеких времен. Это сушка на солнце. Мне из Кыргызстана привозили мешок кураги, которые люди прям собирают ее и сами вялят. Прямо на улице. Ну, честно скажу, я видел фотографии, видел видео, как это все они делают. Я не был в Кыргызстане сам. Там ходят, бродят, ездят машины, еще что-то. Это пыль насаживается сама по себе, да. Они, конечно, потом, когда это все высохнет, они еще это берут и тряпками протирают. Типа мы все сняли. Поэтому лучше всего помыть очень хорошо. Хорошо промывать. Второй способ, это дегидрирование. Производственное дегидрирование, это когда берется сильный напор, без кислородов, без не напора, а сильное давление, в камерах, в которых нет кислорода, там полный вакуум. И туда запускается горячий воздух, и он пробивает его. И она так шшшш, и все быстро засушилось. вот там обработки нет вот саму курагу и и не обрабатывают и и так сушен зад вопрос продал сушеная курага она очень сухая и легкая продается мягкая вот раз мы сейчас к этому и подойдем вот там где вакууме ее это второй способ там где вакууме ее делают вот оттуда она и выходит мягкая вот из кыргызстана мне привезли такую курагу что я ее чтобы съесть утром я на ночь замачивал там до твердая курага ее грызут можно было брать горсть в карман и просто грызть ее ходить можно как конфетку сосать она сама намокает набухает и все это правда да настоящую курага она сухая вот производство она вся мягкая она солнечного цвета такого вот и она не страшно сама курага она не обрабатывается обрабатывается тот продукт чаще всего из которого делают курагу вот но у нас обрабатывают много самое полезное да это сама выращенная сама засушенная тут все будет хорошо самодегидрированный по поводу третьего способа есть способ но как я помню что в производственных масштабах эта вещь запрещена нашли какой-то фермент химический фермент на этих продуктах который создавал налет во рту полости рта белый налет такой кураги сейчас нету она была года три-четыре назад я помню точно когда вы берете например четыре штучки или пять штучек кураги вы пожуете вам все вкусно потом вы когда проглотили вы еще начинаете жевать и такое ощущение вяжущий эффект во рту появляется и вы язык просто от верхние зубы протираете и вас появляется этот налет также этот налет на внутренних стенках щипачок или под щекой собирался такой кураги я уже очень давно не видел поэтому вас вот это третий способ это было дегидрация в простых печах которых есть кислород еще называют дегидратор есть производственные дегидраторы на 25 противень там на 150 есть большие масштабные вот и там обрабатывалась для того чтобы это курага вот я вспомнил этот микро химический микроэлемент не позволял впитывать влагу потому что это была сушка и на экономили на вакуумной упаковке для кураги и связи с этим вот им было проще вот это это прям порошковая такая белая штука на брызгает и на него так распыляют и все и типа так но не столь и вредина эта штука вредная нашли ее ее запретили как я помню это было очень давно был были конференции всякие которые происходят проходят в москве вот там помню поднимался вопрос по поводу сухофруктов так галина дала вопрос сухофруктами можно заменять что именно фрукты до сухофрукты фрукты это вот ну я бы сказал так различие в них но в процентах десяти по микроэлементам и витаминам если сухофрукты правильные там столько же витаминов и микроэлементов только объемы меньше я бы так сказал чтоб вам было проще вот марина задала еще вопрос бананы делают спелыми при помощи дуса дуста они полезны потом как говорит моя знакомая из новосибирска на диетолог вообще бананы вредная штука которая в россии бананы хорошая из дерева вот вообще европейцам бананы не столь полезная вещь связи с тем что пока не до нас идут в них очень много жучков она мне один раз назвала их имя этих жучков я с ними лично не знаком но мне не понравилось что она рассказала что эти жучки него не выходит из организма это вот совет диетолога который мне она дала брюши я люблю бананы вот у меня фирменное мое именное блюдо которое я один раз смог разгадать и рассказывал про это блюдо на прошлом вебинаре а ну с основной ингредиент этого десерта это банана вот но жалко что не изгла напрямую их не то что обрабатывают при помощи дуста а их много чем обрабатывают их покрывает еще кстати их вот точно не шприцуют но их покрывают какой-то гадостью которая позволяет им держать вот этот вот четко желтый цвет настоящие бананы они зеленые когда их срывают они зеленые и зарывают всегда зелеными вот если они начинают желтеть их положить на солнце когда они желтые они за сутки должны почернеть если ваши бананы не чернеют за сутки лежа на подоконнике целый день под солнцем то в бананах что-то есть если они уже желтые зеленые до желтого вот в это время долгое я не помню даже сколько должны из зеленого стать желтыми вот поэтому скажу честно бананы это не столь полезная вещь но мы без них не можем еще называют бананы быстрый углевод часто очень спортсмены любят бананы употреблять я них много употребляют быстро углевод они прям так и говорят вот ну что пойдем дальше овощи как много всего у нас без овощей ну что можно вам кушать тушеную тыкву со свеклой на гарнир пюре из батата тонк ел такую штуку вот выбор него столь обширный самые самые хорошие такие вещи вкусные да все убрали от вас капуста без белокочан и как это без капустки то наши вот брокколи шпинат баклажаны то что нельзя такие самые интересные продукты ну зато можно картофель вот пётр первый был по конституции ватой поэтому он картошку себе и привез а то как-то ему на луке паре с тыквой надоело жить какую классную историю я придумал за тему картофель привет вот по фруктам твой по фруктам говорю по овощам тут не сложно так то здесь очень много грибы можно есть как лесные так и магазины культивированные ну конечно немного грибов много не надо кушать это тяжелый белок гриб грибы это вообще непонятный субъект как его субъект жизнедеятельности нашей земли поэтому тут лучше не переусиливать свой желудок вот инза кориандр я думаю всем понятно листья кориандра кинзу можно употреблять как и стебли вот то что пушистая также еще некоторые люди любят употреблять кориандр кориандр корень кориандра такой маленький он корешочек очень вкусный очень сильный вот как вопросы сразу пошли вот так у нас где имбирь то я что-то имбирь потерял не вижу вот по поводу меня задали вопрос лук приготовлены это каким образом это лук который пришел прошел термическую обработку сварился тушился запекался ну жареная это не столь порез полезно в масле да ну он должен пройти термообработку для того чтобы его как правильно сказать если такая фраза молекулярная кухня вот чтобы его молекулярный состав начал разбиваться вот а в крайнем случае лук приготовленный туда же еще входит на самом минимуме это лук вымочен берется просто вымачивается лук вот это лук приготовленный вот чем полезно окра евгения задала вопрос чем полезно окра окра полезно тем же что и темы картошка тесно скажу продукт который можно употреблять когда вот просто хочется кто из вас окру вообще ел когда нибудь я ее сам ел в своей жизни раза два наверно и готовил и раз 50 вот я не понимаю этот продукт но она не что не то что полезно мне кстати а присутствует калий а вот я тоже не понимаю этот продукт как и евгения а в ней присутствует калий который полезен я думаю вы знаете что калий это тот продукт который помогает нашему повообращению поэтому вот в этом плане окра полезно а и и и очень любят в азиатской в азиатской и в паназиатской кухне вот я как раз в них то и встречался в магазина здорового продай питание продается вот калий витамин d о нет не d калий вот я помню что по калию она очень богата так же как и шпинат кстати вот здесь хорошая штука выходит окру можно изредка есть а вот шпинат ну который тоже так же богат калием его то надо стараться исключать поэтому здесь вы можете вот как раз заменить вообще говорится окра она также помогает быть дяди этим как в моряком папайям который был сильным из и крепки вот но употребляя большое количество калия присутствует вероятность такая что калий он вы вытесняет из нашего организма кальций поэтому тут всегда надо умеренно это делать и по связи с этим наверное окру и окра и включена такой в раздел изредка можно вот горошек который нельзя который все любят и нельзя его лучше всего если вы хотите его поесть то поешьте просто свежие стручки не консервированные не вареные не мороженые а просто стручки или молодой мороженый если вам вот надо поесть хотите вы хотите поедите есть такая фраза ничего не 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 запретишь вам вот марина пишет а дайкон можно нам дайкон его можно употреблять изредка в связи с тем что дайкон это что это азиатская редиска только длинные вот редис у нас разрешен и в раздел редиса всегда дайкон попадает что что не так так вот поедем дальше по вопросам я смотрю у вас вопросы начали так что не так евгения задала вопрос по поводу зеленого горошка который я говорил что не так горошком но смотрите горошек зеленый это также большое там в нем присутствует калий и белок это два вот таких высоких вообще как бы у вата доши у них по идее редко встречается когда проблему вот именно с кровообращением по поводу кальция калия у вата доши как-то все хорошо и умеренно если конечно не запустить свой организм поэтому в этом на и на плане и поставлено лучше всего исключать вот по поводу марина задала вопрос а капусту квашеную можно честно скажу нет дело в том что квашеная капуста это брожение я вот так вам проще скажу да все продукты брожения в аюрведе лучше вообще исключать их можно в некоторых случаях но стараться надо исключать вата вата конституции вообще брожение нельзя если особенно напитки которые брожение это квас у кого-то пиво еще что-то лучше исключать и так воздуха вокруг много слишком я даже не знаю как вам это правильно так хорошо интересно объяснить вот так ничего еще у меня есть вопросов так дайкон я вам сказал что можно изредка капусту квашеную вам лучше вообще любые продукты брожи которые проходят брожение лучше всего исключать из рациона свои своего а меня все сейчас слышу у меня какая-то штучка появилась из сервера я типа вылетел а то у меня какая-то штучка появилась я испугался вот а дальше вообще я думаю вот мне даже сейчас по поводу овощей мы пошли как-то интереснее я начал ощущать что вы вы как-то общаетесь со мной потому что просто диктовать то что вы видите на экране ну не интересно сильно сильно в отличие от того что вы задаете вопросы вот по поводу вообще а лука про которую вы спрашивали да его можно вам и сырым употреблять ну вот я лук сырой как-то не любитель я очень люблю вообще лук но я его не любитель в сыром виде имеет такая гадкая кака вот единственный красный лук в салатах в греческом я люблю вот по поводу спаржи старайтесь спаржу если вы берете замороженную или есть возможность взять свежую спаржу особенно вот сезон пойдет сейчас вам скажу в июне после середины июня месяца из Италии везется очень большое количество спаржи как раз молодой вот ее старайтесь употреблять паровую она более полезна и более вкусная вот вопрос вот пришел может быть может быть можно тушеную капусту я вам говорю что вам можно все вам можно все ну вы же не будете себе готовить квашеную капусту каждый день вот Татьяна скажите сколько раз в неделю вы готовите квашеную капусту потому квашеная капусту тушеную я говорю не квашеную капусту а тушеную капусту ее можно кушать но не постоянно в капуста еще говорят ешьте много капусты чтобы грудь была большая да я забыл как называется этот микроэлемент который помогает надуваться в груди надо прогуглить я бы так сказал вот вот этого микроэлемента очень много в капусте и в связи с этим наверное нашему вашему организму запрещается употреблять капусту употреблять по поводу вопроса какая у меня конституция у меня я вообще капха пита и вата вот я сколько раз проверял проверялся у меня очень не стандартный образ жизни я очень много двигаюсь я очень много стою я очень много лежу я очень много работаю и я все время меняю свою дислокацию я то в холодном месте то в горячем у меня вообще сбой идет в дошах но основные у меня идет капха пита поэтому но вата у меня выскакивает иногда я становлюсь воздушным и начинаю тумасками я человек который в котором все наверное уже пытается залезть и все пытаюсь взять вот у вас есть еще вопросы по овощам по разделу овощей вот этих веселых которые сбоку у нас торчат в колпачках по поводу по поводу по поводу вот вот марина написала что тушеную капусту кушаем один раз в две недели вот отлично вообще один раз в две недели это хорошо вот чили вопрос от евгений чили как употреблять чили жареный пареный вареный но всегда удаляйте все белые прожилки плодоножку срезаете на полсантиметра если это стандартный вот такой большой чили который продается в супермаркетах мелкие чили которые маленькие такие стручки свежие его там миллиметра 2-3 срезаете по поводу кончика тоже надо миллиметра 2-3 срезать только сначала надо срезать верхушку а потом срезать снизу на некоторых видео мастер-классах которые вы можете найти в интернете я когда с чили готовлю я рассказываю зачем это очень долгая история которую используют в Японии в древности использовали в макробиотической кухне используется и в Тибете используют вот именно этот способ для того чтобы на желудочный сок на желудок не давила острота там есть определенная технология вот попробуйте как-нибудь видеорецепты найти мои и там я рассказываю как раз про чили ну и на мастер-классе я часто рассказываю пока с чили работаю но удалите плодоножку кончик все все белые прожилки и все семена и можете употреблять ну кто то есть любит свежий чили есть можете чили поесть это огонь поэтому он нормализует вашу душу но его часто нельзя вот ну слишком много воздуха у вас появилось чуть-чуть чили поешьте разожгите его как говорится кислород помогает огню разрастаться вот давайте друзья наверное сделаем перерыв где-то минут пять да давайте давайте вот как раз на последний вопрос Татьяны сейчас отвечу кукуруза консервированная можно ли в салаты полезно ли это вообще консервация если честно не полезна вся дело в том что она проходит термическую обработку и после термической обработки по правилам аюрведы еда должна употребляться в течение двух часов потом в ней все вымирает в кукурузе консервированные есть вкусы но там нет ничего полезного я бы сказал что это бумага ну плюс консервация это соединение с металлами и поэтому это не столь полезно но иногда попадаются случаи и вот например как мы обсуждали пюре манго которая в которой нет химии есть только металл потому что это в консервации но вы делаете сами лично выбор вы хотите химию есть или ладно вы металличе ну металл мы употребляем мы ложками железными едим то же самое особенно дети это часто делают зубами скребут по ложкам поэтому микрочастицы все равно попадают здесь уже вот такой план вот так что давайте дорогие друзья сейчас у нас 14 получается сколько сейчас время во сколько связываемся у нас модератор сейчас нам встречаемся в 11-12 вот так что друзья давайте водички нальем это у меня закончилось и в 11-12 встречаемся и вот я вернусь я туда вот пока у нас перерыв был Марина написала нам пару вопросов куда пропала свежеприготовленная кукуруза и в какую графу смотрите кукуруза это крахмальный продукт который изредка можно употреблять вообще крахмальный если вы даже посмотрите на графу тут и картофель и морковь кабачки тоже в них присутствует крахмал и поэтому свежеприготовленную кукурузу вот кстати хороший вопрос дело в том что я сам консервированную кукурузу даже в салаты не употребляю я люблю покупать початки и просто срезать с початков разрубать их и просто замешивать в салат поэтому лучше всего это но это попадает во вторую графу потому что изредка это можно кушать спокойно и голову не ломать какие листья и второй вопрос такие листья как салат и одуванчик салат в какую графу тоже отнести а дело в том что зелень вообще она подходит всем людям да но постоянно вы одну траву не будете же кушать вот одуванчик салат это наша рукола всем известная вот и листья салата вы можете употреблять это но постоянно вы себя но не сможете это есть не рекомендуется ни одной методики методикой здорового питания не рекомендуется постоянно употреблять зелень потому что как же это слово то они вызывают слизь в организме при больших количествах поэтому старайтесь их не столь много употреблять вот переходим к нашему следующему разделу это у нас зерновые не очень густо скажу честно рис коричневый очень ароматный Евгения вот как раз задала вопрос по поводу слизи дело в том что наша современная медицина делали эксперименты такие интересные и чтобы легче это выявить вот именно по поводу слизи они проводили совместно с сыроедами есть такое направление питания сыроедение и врачей как раз волновало что люди у людей конечно не к столу сказано в калии присутствует большое количество слизи это выведение но а сыроеды как же дело в том что листья салата вы никогда не сможете дело в том что листья салата вы будете употреблять в холодном виде и холодные вообще холодные продукты надо минимализировать в употреблении там мало огня вата доши вообще надо побольше огня употреблять именно теплой пищи горячей пищи листья салата они не проходят никогда термообработку вы сами это знаете и в связи с этим как бы затруднения в пищеварении вызываться может поэтому только травку жевать как о вегетарианцах все думают что мы едим одну траву вот это конечно совсем все не так но вот чтобы свой организм не портить листья салатов можете употреблять но немного по поводу сыроедов они не едят одни листья салата они едят очень большое количество пророщенных зерен они дегидрированных продуктов едят да очень много крупы вымачивают крупы поэтому тут вот в этом плане все у них хорошо вот и зелень как раз да она помогает выводить но если вы будете это есть постоянно у вас организм перестанет работать будет переставать попадать горячая среда в ваш организм вот меня кстати после перерыва то все хорошо слышат вот если у вас будет возможность ответить что вы меня слышите хорошо вот а Марина написала в аюрведе продается продают чай сейчас мы по поводу чая подойдем когда мы дойдем до специй и трав до раздела дело в том что аюрведические чаи все зависит от производителя вот честно скажу про те аюрведические всякие ну проще скажу бады еще что то я доверяю вот тем которые в Новосибирске Михаил Альбертович делал мне очень нравится вот по поводу аюрведического чая тут надо понять что за состав у этого чая вот я не смогу вам ответить на этот вопрос потому что я не понимаю я не пил никогда этот чай энергия дождь и поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос тут надо смотреть по составу и как подходит вот ой не туда нажал вот по поводу зерновых перейдем перейдем к зерновым рис коричневый это я думаю вы знаете рис который очень ароматно пахнет очень необычный и не все его любят вот рис басмати это такой рис который вот именно во второй графе у всех почти ну как бы у всех дождь он разрешен он очень необычен тем что он выводит токсин из вашего организма он себя впитывает поэтому старайтесь рис басмати круглый но старайтесь поменьше кушать конечно белого особенно японский рис потому что он очень слизистый вот гречиха которая можно изредка употреблять это понятно наша всеми любимая гречка но более полезна будет вам гречка это зеленая если у вас есть возможность хотя бы раз в неделю покушать полноценную тарелку зеленой гречки если у вас еще есть возможность ее просто замочить и поесть тут вы получите такой состав микроэлементов и витаминов наверное как всем пытаются рекламировать ягоды годжи вот поэтому тут все хорошо вот кстати кукуруза о которой вы говорили она у нас в зерновых поэтому она находится во втором разделе вы можете употреблять куруза это все таки не овощи это крупа вот поэтому она у нас в зерновых и находится пшеничная мука она вообще белая мука это кака я вот так вам скажу вот мука из твердых сортов пшеницы ну конечно кулинария это вещь такая в которой некоторые блюда без белой муки вообще не приготовишь вот квиновые лебеда она более полезна ватадоши тоже замоченная и вот макаронные изделия макаронные изделия употреблять надо только из твердых сортов из твердых сортов пшеницы а гречневые макароны сюда же входят кукурузные макароны их сейчас большой ассортимент поэтому здесь вы можете прям свою кухню расширять советую вообще употреблять а безглютеновые макароны тоже сюда входят если у кого-то есть недомогание после глютеновой пищи я думаю я тут вообще все крупы указал и не все зерновые из зерновых кажется такие самые которые обширные которые есть вот овсяные отруби ну да их не надо употреблять а то как я говорю слишком сильно будут царапать стенки кишечника овсяные отруби я если честно не понимаю их когда люди просто употребляют для профилактики почистить свой кишечник желудок и кишечник это хорошая штука здесь она у нас грубо говоря запрещенных но разочек в недельку можно потому что никогда не знаешь то что ест и для чистки организма это хорошая вещь в ней нет ничего это правда говорят что овсяные отруби это бумага я вот тоже не встречал еще отруби которые полезны и обогащают наш организм потому что овсяные отруби они даже толком то и не перевариваются в нашем организме они там только замачиваются вот по поводу зерновых у вас есть какие то вопросы вот кстати пока вы пишите вопросы расскажу по поводу приготовления риса которые вот все виды риса грубо говоря ой я забыл указать дикий рис да я не указал дикий рис дикий рис черный рис который часто спрашивают он также в первый раздел попадает но готовится дольше с ним как у меня друзья говорят блин руслан смута тени его готовится его надо уметь готовить поэтому я наверное не указал просто у меня вот дома в семье у меня супруга она вата конституция прям вата ватой если вы увидите в интернете где она со мной поймете что это прям вата ватой худенькая стройненькая и все время летает она любит рис очень много любит рис она даже если готовлю плов с грибами она выковыривает оттуда весь рис и составляет целая куча грибов и морковь ей нравится рис вот и у нас вот эти все и басмати белые есть и коричневые дома вот и дикий есть но его ем только я чтобы хорошо и правильно приготовить рис и получить из него вот все что нужно как говорится по максимуму из него взять нужное всегда старайтесь прям в кастрюльке с толстым дном бросить туда кусок сливочного масла или ложку столовую ложку ги вот и чуть-чуть растительного чуть-чуть растительного масла засыпайте туда рис можно промыть и если вы покупаете какие-то дорогие от дорогих производителей где уже прочищенные от пыли и всего такого ну рис всегда надо промывать но лучше всего и просушить после того как вы промыли хотя бы чтобы он постоял в друшлачке ну часа два вот и рис надо обжаривать вы обжариваете пока он из матового цвета не станет такой снежно-снежно-белый и только потом заливать воду на 1 сантиметр довести до кипения уменьшить полностью огонь ну где-то на однёрочку на двоечку закрыть плотно крышкой и дать ему вариться не открывая минут 12-15 ну все зависит от вашей плиты всех разной плиты и потом открывайте крышку вот постоял он прям потом перемешивайте вилочкой закрывайте, убирайте с огня и даете еще 5-7 минут постоять ему вот тогда у вас во-первых будет вкусный рис во-вторых он будет полезным прям вот хорошим рисом чтобы он не развалился и не раскрылся как я говорю раскройте рис как бананчики есть для десертов всяких мы используем рис мы его варим пока он не раскроется не то чтобы он развалился там в плейстер а вот чтобы он раскрылся и потом его замешиваешь с молочными продуктами еще с чем-то и делают пудинги рисовые и все такое вот Марина задала вопрос у меня от риса сбивается кишечник почему честно скажу Марин я первый раз встречаю такое чтобы у ваты забивался кишечник от риса дело в том что он как раз в вате то он очень помогает тем что он чистит кишину имею ввиду собирает вот в себя всю гадость которая у ваты все время скапливается вот интересен вопрос с чем вы его употребляете и тут именно что-то не так прям с организмом а есть еще у кого из вас у кого есть проблема такая же кто с нами сейчас я первый раз такое встречаю даже не видел ну как бы ни разу не слышал я знаю что у капхи вот у капхи есть с этим проблема у них забивается кишечник ну вот Марин кстати вы правильно написали по поводу того что вы родились капха но по жизни я вата вот честно скажу я наверное кстати есть такая вещь об этом говорил Михаил Альбертович и даже есть кажется на ведопульсе вот на канале в ютюбе есть там где-то видео не помню как оно называть где Михаил Альбертович говорит что души они все время то одни то другие вот а с тем что все время меняется наша жизнь и вот как и Марина родилась капхая по жизни вата тут и да души они всегда подвижные и я тоже когда-то вообще жил я уже называю это что я тогда не жил я наверное существовал я существовал как вата пита я все время бегал я столько двигался что я не знаю сколько сейчас я вот я и сам уже по мне люди сразу же могут видеть что у меня капха проявленная я набрал такой ну я набрал вес 100 кг я для себя его держу потому что часто очень шеф поварам которые худые высокие стройные никто не верит это стандартная болезнь моей профессиональной жизни надо мы всегда смеялись я сейчас себе сделал определенный вес при помощи своего питания я полностью всегда держу его я выгляжу здоровым и люди теперь не говорят что вегетарианство это высохшие люди вот и у меня сейчас мои друзья вегетарианцы особенно в Новосибирске начали делать так же мы создали грубо говоря такую секту свою здоровые вегетарианцы мы реально здоровые мы все под метр больше метр восемьдесят все здоровы все всегда вместе я теперь когда езжу на какие-то мероприятия я людей знакомлю я говорю это Рома это Андрей это Женя и все там Рома работает поваром в одном заведении вегетарианском этот работает барменом в другом заведении вегетарианец и вот так вот людям показываем что вегетарианцы это не те люди которые уже на одной травке живут и худенькие и веселенькие вот вот кстати Марин я думаю что вам надо обследоваться именно посмотреть потому что это реально серьезная проблемка которая это не стабильность потому что вообще я даже не знаю как вот где вам лучше всего бы посмотреть так чтобы это было не затруднительно вот а по поводу зерновых у вас есть еще вопросы я просто хочу сегодня чтобы все успеть если нет вопросов то перейдем наверное к бобовым к музыкальным супам я это так называю вот что бобовые таких бобовых у ват нету что которые можно кушать постоянно потому что вата это вата это воздух и бобовые они вызывают метеоризм чаще всего для этого лучше всего использовать чили чтобы уменьшать возможность проявления метеоризма чили асофетида криандр и все что для вас поможет уменьшить куркума куркума лучше всего вообще добавлять часто это хороший антисептик вот чечевица коричневая фасоль горох посевной это желтый горох стандартный классический советский наш горошек суп суп гороховый нут крупные такие большие маш это то из чего делается индийская кухня чаще всего это такие желтые мелкие я бы сказал это чечевица индийская даже не горох чечевица красные соевые бобы соевый соус тонн а вообще хороший спец честно скажу мне все спортсмены на этом живут все мои друзья вегетарианцы спортсменные они прямо это едят тоннами Я люблю употреблять нут Я люблю его Печеный с паприкой Я его отвариваю, потом перемешиваю С паприкой и маслом ги Выкидываю все на противень 100 градусов Я люблю, грубо говоря, сухарики Из них на 100 градусов На 2 часа прям ставлю Чтобы он прям вообще аж прожарился Я люблю его так кушать У меня стоит просто тарелка Полная этого Я как попкорн его хожу и ем По поводу бобовых Я сразу же указал, чтобы сразу же было понятно Никто не забыл Их надо умеренно употреблять Старайтесь употреблять умеренно У вас фасоль, горох, чечевицу Которая цельная Маш Если вы берете цельный нут Соевые бобы Для вашей конституции Их все надо замачивать Вот все-все Старайтесь всегда замачивать Единственное, только лощеное не надо Если там Чечевица Ну, колотая все Это тяжело Ну, горох посевной Он и колотый замачивает Это не страшно На друшлачок потом скинули И сварили, что хотите Вот По поводу, кстати, бобовых Совместно с зерновыми Для конституции вата Очень хорошо подходит Там запишите Здесь будет уже у вас Подходит Такое блюдо, как кичри На юге Индии кичри На севере кичари Это Малое количество овощей Замешанное С отварным С рисом И с горохом Машем Ну, там еще чем-то С бобовым Злаковое И бобовое Вот это очень хорошее блюдо Вообще для вата Конституции Которое вы стараетесь кушать Во-первых, это очень питательно Вот на обед Там еще специи добавляйте Специи надо добавлять Из раздела огонь Такие, которые вызывают огонь И в связи с этим Если вы берете на работу еду И не хотите пользоваться Микроволновка Если вы кто-то из вас То там бокс Работает еще что-то Это блюдо можно употреблять холодным Оно и вкусное, холодное И того, что там специи Которые повышают огонь Это как раз стабилизирует Полностью питание И вы на обед можете тарелочку Спокойно покушать Вот Такой совет По бобовым Есть ли у кого-то вопросы Из вас Тогда я перейду К следующему разделу Это молочные продукты Вата Конституция везет И можно все Все молочные продукты Какие только, наверное, существуют Да У них нет Таких, которые Как бы Даже умеренно Молочку можно есть Вата Конституции Масло Топленое Нетопленое Все Вообще Это две колонки Это все Вообще Колонка разрешенная Просто я сделал две Для того, чтобы Все влезло нам на страничку Вот Татьяна попросила Повторить Вы, Татьяна, и на прокичере Это Отварной рис Отварной горох Нут Еще что-то Ну вот Бобовое Какой-то отварной Какой-то бобовое Отвариваете Нарезайте овощи Лук Морковку Вот Ну какие вы любите Больше овощей Берете глубокую сковороду Забрас Туда Топленое масло Специи Я вот Для себя Для супруги Своей Готовлю Я беру Просто Софетиду Куркуму Чуть-чуть Чили перца Я просто Острое Сам не люблю Кушать Что еще А Я люблю Целую палочку Корицы Прям в масло Бросаю Чтобы она Раскрывалась Забрасываю туда Овощи Прямо с этой палочкой Все обжариваю Потом я добавляю Туда бобовые Тоже перемешал Перемешал Потом рис Все замешал В однородную масло И все Вот тут Ничего сложного Нет Палочку Только потом Достаю Потому что Долго ее держать Тоже не надо Палочка корицы Она после приготовления Если она остыла Она потом Начинает окислять Блюд продукты Поэтому ее лучше всего Достать И все Вот Ну что вам По молочным продуктам Скажу Молочные продукты Только натуральные Это Входит туда Йогурт Сыры Стараться Употреблять Все натуральное Ну У некоторых Это проблематично Но я думаю Вы если захотите Проблем у вас не будет Как я говорю Проблемы есть Только тогда Когда мы о них думаем Вот Если мы не думаем А знаем Что их нет Для себя Лично То их никогда Не будет Вот Ой Я тут один вопрос Пропустил По поводу Зерновых Ячневая крупа Мы Вот Ячневая крупа Вообще Она идет В раздел Изредка Ну Изредка Можно Вторую колонку Вот Она по идее Приравнена К ячмени Поэтому Это туда Вот По молочным продуктам Какие у вас вопросы есть Может есть какие-то Запретов у вас нет По молочным продуктам Поэтому Если что-то вас интересует Есть какие-то сравнения Потому что вы все покупаете Наверное не у бабушек И не на этом А есть именно По Вопросы По Производственным вещам Что Как Делается Во Я вспомнил Масло сливочное Ни в коем случае Не покупайте Масло 72,5 Там Или 78,5 Масло Ниже По процентной Жирности Ниже 82% Не бывает Если не 82,5 А ниже То Это масло Нельзя брать Там Растительной Фигни Какой-то Я это так проще Скажу Целая куча Там Натурального Очень мало Поэтому масло Только От 82,5 Процентов Жирности Вот Молоко Если пьете Старайтесь Брать Невосстановленное Молоко Вот Появились Вопросы Евгения Молочные Продукты Со специями Что Чтобы Слизь Не накопить Вообще Молочные Вообще Специи Везде Полезны Да И Молочные Продукты Особенно Молоко Лучше всего Потреблять В теплом Виде Это Более Полезно Потому Что Растить Животный Белок Который Присутствует Во всех Молочных Продуктах Он Лучше Усваивается И Усваивается Он Более Полезный Когда Он Теплый Вот Со Специями Это Правильно И Специи Мы Сейчас Дойдем Я Просто Наизусть Прям Не помню Какие Специи У вас И Вы Сразу Поймете С Какими Специями Можно Как вам Сказать Вы Можете Для себя Делать Менюшечку Специи Для этого Дела Чтобы Такие Специи Вам Лучше Всего Употреблять То или иное Да В холодное Время Это Теплые Специи Которые Повышают Огонь Пищеварения И В организме Вот Дальше У нас Вопрос Творог Сырой Или Приготовленный Честно Скажу Маргарита Они Оба Подходят Любой Молочный Продукт Он И В Холодном И Горячем В виде Полезен Ну Как Б Не Теряет И Не Приносит Вреда Поэтому Можете И Так И Так Вот Евгений Еще Вы Сказали Что Готовить На Сливочном Масле И Добавить Немного Растительного Разве Хорошо Сочетать Животное Растительное Масло Вот Скажу Вам Так Евгений Дело В том Что Во первых Эта Техника Делается Для Того Чтобы Температура Горения Масла Увеличилась Просто Сливочное Масло Или Топленое Ну Если Не Топленое Масло Просто Сливочное Масло Там Присутствует Животный Белок Который Начинает При Температуре При Нагреве Начинает Отделяться От Жировых Тканей Продукта И В связи С этим Появляются Вредные Как я Это Называю Сгоревшие Ошметки Я Б Так Сказал Сливочное Растительное Масло Позволяет Увеличить Температуру Горения Порядка Там От 10 До 20 Градусов Плюсом В связи С этим Ваше Масло Не Станет Я Так Сказал Ядовитым Сочетание Растительных И Животных Белков Разрешено В связи С тем Что многие Люди И Как бы И у вас Тоже Сейчас Мы Как раз Скажется Следующий Раздел У нас Идет Масла Вы же Не Ложку Этого Съедите Поэтому Мы Делаем Так Чтоб Это Масло Сливочное Не Стало Для вас Плохим Вот Если У вас Есть Топленое Масло То Вы Можете Не Добавлять Вот У меня Топленое Масло Я Делаю Сам И Оно Почему То Все Время Уходит Куда У меня Часть Всего Друзья Разбирают Приходят В гости И Просит Масло А мне Перекладывать Не Хочется Я Баночку Отдал Ладно Ладно Сделаю Потом В работу Уйду Я Так Его Не Делаю Готовлю На Сливочном Масле Вот Поэтому Это Не Вредно Даже В некоторых Случах Это Очень Нужная Вещь Для Приготовления Вот Ну Что Есть У Нас Еще По Молочным Продуктам Вопросы Переходим Следующий Раздел А нет У нас Следующий Раздел Ореки Семечки Вот Дальше Я Просто Посмотрел Там Далеко Нам Идти До Масел Или Нет А Орехи Семечки Запретов Нет Поэтому Тут Прям Вот 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 Кушайте Что Хотите Изредка Можно Кокос Творог С Изюмом Вопрос Кстати Чуть Чуть Вернемся К Молочным Продуктам Творог С Изюмом И С Курагой Можно Ну Полезно Ли Или Нет Вообще Если Честно Если Взять Аюрведу То Там Можно Сочетать Но Диетология Не Рекомендует Сочетать Вот Честно Скажу Лучше Не Сочетать Отдельно Поесть Творог Отдельно Поесть Изюм Или Курагу Это Вкусно Я Не Спорю Это Классно Я Люблю Творожные Массы У Меня Через Один Дом От Моего Дома Где Живу Молочный Магазин И Я Утром Иногда Иду Покупаю Себе Творожную Массу Прихожу Домой Делаю Себе Горячий Чай И Просто Завтракаю Творожная Масса Я Люблю Это Делать Но Раз Неделю Я Это Делаю Мне Это Нравится И Я Не Могу От Этого Отказаться Не Могу Я Могу Максимум Повеганить Одну Неделю Это Для Чистки Организма Посыроедить Тоже Могу Одну Неделю На Фруктах Фруктуре Позаниматься Но Без Молочки Я Не Могу Жить У У меня Такое Ощущение Что Мне Вообще Всего Не Хватать Начинает Но Это У Меня Больше От Вкусовых Я Очень Много Разных Вкусов За За свое Время Профессионально Поперепробовал И Вкус Это Наркотик Есть Такая Фраза Вот Поэтому Здесь Мы Сейчас Это Все Сделано Кстати Марина Спрашивает А Растительное Масло Холодного Отжима Или Нерафинированное Лучше Всего Холодного Отжима Но Мы Сейчас Дойдем До Этого Вот Так Что Я Пойду Дальше По Поводу Орехов Миндаль Такие Вот Сейчас Возьмем Самые Такие Проблематичные Миндаль Не Переусердствовать Рекомендованная Вообще Доза Миндаля Это Одна Горсть На Суточная Доза Это Одна Горсть Ну Вот Просто Взяли Горстку Миндаля И все Потому что Там Забыл Тоже Я Видите Химию Не Изучал Так Хорошо Поэтому Прям Слова Эти Страшные Я Иногда Не Могу Произносить Не Запоминаю У меня Слишком Очень Много Информации И Всяких Слов В Кулинарии Что Ей Уже Голова Пухнет От Этого Всего Потока Информации Вот Но Есть Миндале Микроэлемент Который Очень Сильно Влияет На Дыхательную Систему Человека Поэтому Лучше Сего Не Переусердствовать С этим Делом Вот Ну Для вас Я смотрю У нас Сегодня Такая Такие Дамские Дискуссии Со мной Идут Одни Дамы Я так Понимаю Да Вот Для вас Девушки Полезные Вот Из орехов И семечек Это Кокос Пиквенные Семечки Кешью Кедровые Орехи И пекан Это вообще Считается Женским Продуктами Которые Позволяют Омолаживать Особенно Тыквенные Семечки Омолаживать Ваше Тело Так что Если кому-то Интересно Кто-то Хочет Вы можете Постараться Их Кушать А Кедровые Орехи Пекан Кешью Тыквенные Семечки Кокос Вот Это Те продукты Которые Ну Те Семена И зерна Которые Помогают Омолаживать Женский Организм Вот Это Не аюрведическая Кулинария Это Тибетская Кулинария И Макробиотическая Кулинария Вот Там Используют Именно Эти продукты Дамы Для того Чтобы Красиво И светло Выглядеть Вот Если у вас Вопросы По орехам И семечкам Так А вот Кстати Арахис Арахис Я рекомендую Вообще Людям Употреблять Без Шелухи Очищатель Ну Можно Там Подсушить В духовке И просто Счистить Потому Что Кожура От Арахиса Она Дает То же Самые Вот Те же Самые Все Проблемы Как Отруби Которые Запрещены Вот Миндаль Еще Можно С кожицей Употреблять Вот Ну Что Есть у вас Вопросы По орехам И Орешкам И семечкам Вот Орехи В таблице Полезные Я Я Не понял Вашего Вопроса Полезны Ли Они Вот Нет Таблица Это Вот Первая Колонка Здесь Нету Запретов Вообще По орехам И семечкам Я Начальник Сказал Что Вообще Нет Запретов Изредка Каков И все Все остальные Семена Семечки И орехи Можно употреблять Вот Вопрос По поводу Жарки орехов Вот Жарить я орехи Не люблю За исключением В некоторых блюдах Я люблю Обжаривать В масле Ну С маслом Когда Это все вместе Со сливой С топленым Да Это часть Индийская кухни Или паназиатская Какое-то направление Кухни Вот Я орехи Люблю сушить В духовке Как сухарики Вот Такого Плана Вот Орехи Можно употреблять Как в готовом Виде Можно Варить Кашу С ними Можно Готовить Пулау С орехами Ну Рис С орехами С овощами Ну Такое Подобие Вегетарианского Плова По поводу Замачивания Орехов Скажу честно Орехи Более полезны Когда они Вымочены Они более Сильно Раскрываются И более Сильно Усваиваются Увеличение В усвояемости Белка Увеличивается На 35% При замачивании К примеру Кешью Или Кедровых Орехов Ну Кедровые Орехи Их Замачивать Надо Жиров Много Кедровых Орехов Ну И в кешью Тоже Вот Поэтому Ну Попадание Влаги В семена Особенно Если Они Засушенные Да Они Жаренные Не Печенные Помогает Им Расширяться И В связи С этим Структура Продукта Начинает Чуть Чуть Расслаиваться И При попадании В ваш Организм При Качественном Пережевывании Там 30 чем-то Раз Об этом Гласит Диетология Белки Углеводы Витамины Особенно Которые Богаты Грецкие Орехи Усваиваются Вот Я говорю От 15 До 35% Усвояемость Увеличивается Поэтому Если Вы Можете Замачивать Если Есть Возможность Вот Запретов По орешкам Нет Дальше Поехали Дальше У нас Идут Идут Вот И Растительные Масла Я Наверное Так Понимаю Что Некоторые Из них Вы Даже Не Знаете Можем Голову Не Забивать Вот Продаются Все Масла В магазинах Здорового Питания Вот Передиктовывать Не буду И заказ В интернете Стараться Все Экстра Верджи Как раз Тот вопрос Где мы Зацепили Жарить Не жарить С растительным Сливочным Маслом Дело В том Что Вообще Рафинированное Масло Не рекомендуется Употреблять И Это Не только В Аюрведе Так же И Вообще Стандартный Наши Современной Диетологии Стараться Его Как-то Отдалять Все масла Идут Холодного Отжима Нерафинированные И При помощи Вот этой Технологии Смешивания Животного Масла С растительным Как раз Позволяет Увеличивать Температуру Нагрева Вы Не будете Еду Забрасывать В Холодное Масло Стараются У людей Привычка Что не надо В холодное Масло Ничего Бросать Все Испортится Вот В связи с этим Повара Используют Эту технологию В европейской Кухне Особенно В итальянской Французской Это Открыто Прям позиционируется Что надо Сливочное Масло Смешать Кусочек Сливочного Масла Смешать С оливковым Маслом Экстра Верджи Сохраняются Ароматы И вкус И вкусы Всех Масел Которые Используются При такой Технологии И Увеличивается Температура Нагрева И получается Вот Для До Пощелкивания Можно Забрасывать Продукты Поэтому Здесь Вот Именно Эту технологию Потребляйте И вы можете Это все Использовать Кунжутное Масло Входит Сюда И Просто Экстра Верджи И Жареное Холодного Отжима Не знаете Может кто-то Видел Кунжутное Есть Белое И темное Одно Сильно Пахнет Другое Не сильно Пахнет Это Вот Как раз Так Ну Брать Не Рафиниру Вот Ну Кастровое Масло Это Большая Редкость Которая Любит Употреблять Я вообще Не Ну Я его Не любитель Мне не нравится Его аромат Поэтому Здесь Уже Все На Ваш Дело В том Что Вам Разрешено Кастровое Масло Кастровое Масло Еще полезно По многим Другим Чайная Ложечка При лечении Многих Болезней Рекомендуется Врачами Не только Юрведы Также И диетологии Поэтому Если Вы Начнете Изучать Рассматривать Для чего Вам Это Нужно Вы Можете Понять Что Кастровое Масло Надо Мне Завтра Купить Так Вот Так что По маслам У вас Вот Такое Самое Дорогое Из того Что Вам Можно Кушать Постоянно Это Масло Авокадо Авокадовое Масло Это Дорогое Удовольствие Я Скажу Вам Честно Я В кулинарии Его Использую В некоторых Случа Ну Кто Его Постоянно Ест Тот На Бенте Ездит Вот Так Что У нас Ну Подсолнечное Здесь Указано Можно Вам Из Тех Что Нельзя Это Масло Канолы Вы Можете Голову Не Забивать Его Очень Трудно Найти Вот Ну И Соевые Масла Они Продаются Соевое Масло Оно Продается В магазинах Здорового Питания Некоторым Оно Полезно Дошем Вот Пить Оно Полезно Кажется Да Вот Поэтому Скажите Мне Какие Вопросы У вас Есть По Маслам Растительным Так По идее Вам Тоже Грубо Говоря То Что Есть У нас Холодильники У вас Есть Подсолнечное Масло Оливковое Масло У кого То Для Салатов Стоит Кунжутное И Арахисовое Масло Но Остальным Вам Голову Можно Не Ломать Стоп Я Не Указал Ниное Масло Омега 3 Омега 6 Его Изредка Можно Употреблять Он Это Омега 3 Омега 6 Холодного Отжима Рекомендую Вам Употреблять Льняное Масло Вот Как Раз Вы Четко Попадете В раздел Изредка Можно Это Чайную Ложечку В день Прям Вот Просто Чайную Ложечку Не В еду А Чисто Льняное Масло Оно Богато Микроэлементами Такими Как Омега 3 Омега 6 Витамин Витамин Ф И Д Кажется Нет Не помню По витаминам Забыл Вот Омега 3 Омега 6 Это Как Раз Вегетарианцам Чаще всего Я рекомендую Льняное Масло Потому Что Омега 6 Находится В мясе Красном Мясе Вот И Говорят О Не Хватает Там Незаменимых Аминокислот И все Такое Как Всегда Голову Выносят Этими Фразами Я Говорю Возьмите Льняное Масло И Там Будет Побольше Незаменимых Аминокислот Чем В вашем Куске Стейк Рибай Который Прожарили 20 минут В нем Все уже Померло Вот Короче Вот такие Дела По маслу У нас Пойдем Дальше По Специям Можно На Постоянной Основе Фенхель Как Семена Так И Корень Фенхеля Который Такой Большой Красивый Вкусно Пахнет Это У вас Можно Всегда Дальше Еще Дальше Веселее Сейчас Будет Вот Ну Роза Лепестки У кого Есть Дома Из вас Специя Такая Лепестки Роз Такой Специи Никто Наверное Не Видел А Видели Бутончики Роз Для Чая Вот Вам Этот Чай Можно Пить Всегда Вот Не Многие Люди Просто Как Специю Эту Не Десерт Добавляет Лепестки Роз И У меня Все Вкусно Пахнет Вот Пойдем Дальше Ускатный Орех Это То Что Умеренно Вот Ваш Весь Список Который Вы Как Раз Задавали До Вопрос По Поводу С Какими Специями Можно Молочные Продукты Еще Что Список Очень Широкий Как Я Говорю Что Можно Вот Прям Развернуться Да Но Умеренно Ложками Умеренно Здесь Я бы Так Сказал Что Здесь Наверное Для Индус Это Умеренно Вот Мы Как Раз Наверное Специи Употребляем Так же Как Умеренно Здесь Написано Я Много Не Ем Специи Вообще Я Только Для Вкуса И Ароматов Добавляю Но Автоматически Оно Мне Дает То Что Дают Специи Каждая Специя Это Определенный Лечебный Источник Я Это Так Называю Я Вообще Специи Воспринимаю Большую Часть Как Лекарства Чем Вкусовые Вещи Я Люблю Настоящие Натуральные Вкусы Продуктов Которые Я Готовлю Поэтому Я Иногда Не Перебиваю Специями Поэтому Я Такой Более Поклонники Европейской Кухни Чтобы Кабачок Должен Быть Кабачком Вот По Специям Может быть Кто-то Не знает Что И как Имбирь У нас Это Умеренное До Этого Тоже Был Вопрос О Имбире Имбирь Входит Сюда Как Корень Так И Молотый Так И Сушеные Пластины Какое Вам Хочется Вот Молоко Молочные Продукты Пожалуйста Для Молочных Продуктов Очень Хорошо Подходят Специи И Специи Мускатный Орех Розмарин Потом Тмин Если кто-то Любит Тмин Имбирь Корица Шафран Куркума Гвоздика И Тимьян Вот Это Те Специи Которые Можете Добавлять В Молочные Продукты Которые Дадут Необычный Вкус Аромат Поэтому Вы Вы Можете Можете Играть С Этим Вот По Специям У вас Есть Вопросы Какие-то Дорогие Мои Друзья Меня Надеюсь Слышат А то Все Молчат Я думаю Тут Уже Все Меня Отключили Надоел Я Вот Ну И Самое Обидное Ванильные Булочки Вам Нельзя Цикорий Это То Что Запрещено Мята Перечная Щавель Это Вот Я Так Сказал Что Это Успокаивающие Специи Ваниль Цикорий Мята Перечная Вот Я Вот Люблю Мятный Чай Даже Мята Простая Вам Кстати Тоже Не Подходит Вот Ну Что Друзья Есть У вас По Специям Вопросы Кстати Сейчас Вот Про То Евгения Вот Вы Спрашивали Как раз Там Рецепт Что Вы Можете Добавить В Кичри Асофети Да Пажетник Кардамон Это Вот Я Сейчас Диктую То Что Вот Интересные Вкусы Да Чего Сколько И Что Есть У Вас Там Под Рукой Вы Можете Выбирать Вот Мускатная Ореха Софети Да Пажетник А Анис Пажетник Розмарин Кардамон Черный Перец Тмин Паприка Имбирь Корица Шафран Кориандр Чеснок Куркума Гвоздика Горчица Семена Как черные Так и белые Кумин И чабер Ну тимьян Лавровый лист Тоже Вот Эти специи Вы можете Добавлять В то блюдо Которое Мы до этого Обсуждали Дальше У нас кстати Все вегетарианцы Сегодня Я вот Всегда делаю На свои вебинары Такие Колоночки Это Не для Вегетарианцев По поводу Продуктов Именно Животных Животных Продуктов Это Я делаю Для того Что Если вы Ну Часть всего У нас Здесь Родители Наверное И Интересно Чем бы Кормить Детей Наших Да Если Вы знаете Что Ваш Ребенок Вата То Вот Вам Список Или Ваш Супруг Или Родственник Какой-то Или Друзья Которые К вам Приходят Хотите Сделать Так Чтобы Они Правильное Что-то Съели Для себя Для вас Вот Есть Список Который Что Можно Что Нельзя Индейка Белое Куриное Мясо Белое Мясо Птицы Нельзя Вате Оленина Это Потому Что Очень Тяжелый Продукт Оленина Креветки Крольчатина Изредка Можно Ну А в Остальном По идее Все Можно Вате Даже Говядина Можно Вот Поэтому Это Табличка Если Вы Все Вегетарианцы Может Быть Вам Когда Нибудь Понадобится И Для Того Чтобы Кормить Родственников У меня Супруга Она Не Вегетарианка И Она Готовит Что-нибудь Но Она Очень Редко Но Она Ся Не Считает Вегетарианкой Потому Что Иногда В ресторанах У кого-то Друзей Она Кушает Мясные Блюда Она Любит Росбит Из Говядины Вот Это Ее Любимая Штука Она У всех Моих Друзей В ресторанах Всегда Себе Его Заказывают Ей Нравится Вот Ну Вата Вот Такие Вот У нас Вопросы Так Дорогие Друзья У меня Так Сколько У нас Еще Осталось У нас С вами Еще Остался Час Вот Я бы хотел Сейчас Сделать Перерыв На Минут Пять И Дальше Мы Вы Как раз Может быть За перерыв Можете Сделать Вопросы И Мы С вами Дальше Пойдем Пообсуждаем Все Где У нас Так Сколько Сейчас У нас Времени Уже Я Просто На Смотрю Московский Не Знаю Так Ну Давайте Наверное Получается Через Пять Минут Это Будет У нас 15 Минут У нас Тут Получается Все По Слайдам Мы Все Прошли Вот Прокручивался Писали Просили Рассказать О Специи По Молоку Давайте Проверим Еще Я Точно Все Сказал Специи Которые К молоку Подходят К горячему Молоку К молочным Продуктам Это Мускатный Орех Ну Мускатный Цвет Тоже Подходит Но Им Не Все Умеют Пользоваться Это Очень Тонкая Такая Специя Которую Я скажу Честно Даже Я Сколько Раз Ей Пользуюсь У Него Вообще Широкий Арсенал Работы С Ней Но Это Все Надо Экспериментировать Я Думаю Что Я Как Нибудь Вам Расскажу Несколько Рецептов Которые С Мускатным Цветом Его Очень Редко Его Купишь Я Его Новосибирск Из Москвы Вожу Там Его Не Всегда Найдешь В наличии Нет Вот Дальше Молочные Специи Розмарин Кардамон Ну Сахар Это Понятно А Черный Перец Я Кажется Его Не Говорил Тмин Имбирь Корица Шафран Куркума Гвоздика Тимьян Это Те Специи Которые Хорошо Сочетаются С Молочными Продуктами Вот Маргарита Задала Вопрос Можно Ливать Мед И Сколько Смотрите Если Вы Не Употребляете Сахар Стараетесь Не Употреблять Сахар Пьете К примеру Чай С Медом То Скажу Вам Что Много Его Нельзя Мед Для Ваты Это Умеренный Продукт Который Лучше Не Переусердствовать Вот Если Вы Не Употребляете Сахар И Чтобы Не Переусердствовать С медом Есть Такой Продукт Как Пальмовый Сахар Я Думаю Может Кто Из Вас Слышал О нем Уже Знает Это Шайбочки Такие Которые Разрешены Вообще Всем Людям И Диетологи Его Прописывают Тем Людям Которые Которых Волнует Вот Именно Диабет Аллергия Вот Это Страшное У Меня Мама Просто Живет На Пальмовом Сахаре То же Самое У Нижневартовские Проблемы С Этим Делом Поэтому Мне Приходится Из Москвы Его Сюда Все Время Заказывать Ей Привозят Домой Она У Меня Диабетик Поэтому У нее Все Сложно С этим Делаем Именно Сахаром Все Остальное Она Ест Спокойно Вот Сладкое Только Пальмовый Сахар Вот Мед Который Продается В Магазинах Очень Часто В Него Добавляют Рафинированный Сахар Разводят Его Поэтому Я Стараюсь Магазинный Мед Не Есть Я Езжу Каждый Год На Пасехе На Алтай У Менял Двух Друзей Пасехе И Нам Привозят Хороший Мед Вот Поэтому По меду Лучше Всего Умеренно Вот Я Смотрю У вас Вопросов Даже Так Это Маловато У вас Есть Еще Какие То Вопросы По Каким Либо Посмотрю Еще Может Я Что То Пропустил Вот А По Поводу Я Увидел Там Попра Проращивание Проращивать Можно Все Что Вам Вот Рекомендуется Любые Продукты Фасоль Кто То Любит Готовить Кстати Самая Полезная Фасоль Это Когда Вы Прорастите А Потом Приготовите Да Также Вообще Наверное И Все Крупы Лучше Проращивать Потому Что Увеличивается Количество Микроэлементов Полезных Вот Орехи Тоже Кстати Можно Проращивать Я Проращивал Последний Мой Эксперимент В проращивании Я Проращивал Семена Лотоса Я Даже В интернете Заполнял Ввел Страничку Лотосовую У меня Прям Лотосы Рас Мне Привезли Семена И Кстати Лотосы Можно Есть И Лотос Можно Есть Всем Дошам Есть В кулинарии Используется Продукт Как Корень Лотоса Безумно Дорогой Я Вот Лотосы Выращивал Это Хорошая Штука Вот Так Что Давайте Перейдем К моей Любимой Вещи Это Грубо Говоря Работа Вот Вот Овощного Подход Да Вот Есть Продукты Как Всегда Это Тыква Свекла Вам Везет Ватом Везет Можно Есть Борщ Хоть Каждый День Вот Как Я Рекомендую Вообще Готовить Борщ Вот Если Взять Свеклу Знаете Наверное Не только Конечно Моя Многие Так Готовят Я Уже Видел Замечал Берете Варите Стандартный Стандартный Борщ Как Вы Это Делаете Да Это Отдельно Зайдет Отдельно Варю Варю Воде Отдельно Запекаю Прям Запекаю 2-3 На большую Кастрюлю На большую Кастрюлю Я запекаю 2-3 Свеклы Отдельно Чищу Ее Натираю На крупной Терке Когда Картофель Сварится Я бросаю Туда Натертый На тертую Свеклу Забрасываю Туда Зажарку Вот Это все Начинает Кипеть Но Отдельно Я через Соковыжималку Выжимаю Одну Две Свеклы Прям Свежих Сырых Я выжимаю Из нее сок И Когда Вот борщ Уже все Я понимаю Что он готов Я выливаю Этот сок В борщ Отключаю Чтобы оно Один раз Булькнуло Я это так Называю Вот тогда Как это говорят Борщ Увеличивает Кровообращение В нашем организме Если он правильно Сварен Вот я использую Такую технику Приготовления Борща И он прям Получается Насыщенно Свекольным Вот И нарезаю Свежие помидорки Туда же И просто Добавляю Свежие помидоры Вот так Я люблю Готовить борщ Вот Огурцы Ватам Я рекомендую Чаще всего Если вы употребляете Их частенько Употреблять Без семян Не запускать Свой организм Ну Чрезмерную Лишь Чрезмерную Лишнюю влагу Вот Как бы Семя Огурцы Они все-таки Подкармливаются Из земли И сверху Бывает Иногда Обрабатываются Да Ну Для того Чтобы Бороться С Возможностью Обработки Для того Чтобы бороться Именно С Этого То Это Губкой Мыть Овощи Всегда Стараться Хорошо Добавляю Борщ Добавляю Пюре Добавляю 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 В конце В конце Добавляю 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 Готово Готово Из Овощей Которые Умерены Картофель У меня Супруга Любит Кушать Наверное Может быть Кому-то Известно Такое Блюдо Как Гауранга На Европейский Манер Это Называется Сейчас Меня Слышно Меня Все Слышат Или Только Марина Перестала Слышать Ага Значит Что-то У Марины Марину Надо Перезагрузить Марине Наверное А Вот Все Уже Слышно Вот По-европейски Это Запеканка Называется Так Картофельно-сливочный Гратен Вот В индийской кухне Ведической кулинарии Его любят Это блюдо Называют Гауранга Это Адыгейский Сыр Натертый Натертый Это Картофель Свежий Нарезанный Тонкими Лепетами Это Сметана Специи Асофетида Куркума Черный Перец Ну Если Хотите На свой вкус Можете Еще Что-то Добавлять Сливочное Или топленое Масло Вы Просто Эту массу Все Перемешивайте На противень Выкладывайте И запекайте Это легко И просто Но это Безумно Вкусно Я с детства Обожаю Это блюдо И вот У меня Супруги Один раз Приготовил И ребенок Ну я вообще С ребенком Готовил Приготовили И все И теперь Это у нас Готовят У меня Ребенок Это Сам Готовят Себе Сложного Нет 180 градусов Берете Картофель Чистите Его Мойте Нарезайте Тонкими Лепестками Ну картофель Ну пополам И потом Просто На дольки Тонкие Лепестками Нарезайте Адыгейский Сыр Натирайте На крупной Терке Чтобы Получился Эффект Такого Творога Берете Большую Миску Забрасывайте Туда Картофель Адыгейский Сыр Сметану Я Иногда Беру 15% Но Чтобы Это было Жирнее Вкуснее Можете Использовать 20% Сметану Вы Один раз Вообще Вы даже Когда У вас Будут Эти все Продукты Перед вами Вы поймете Чего Сколько Потому Что Это Я бы Назвал Это Деревенским Блюдом Которое Можно Просто Спокойно Готовить Посолили Поперчили Чуть-чуть Асофетиды Добавили Куркумы Для цвета И аромата Легкого Если хотите Какие-то Можете Еще Специи Добавлять На ваш Вкус Потому Что Кто-то Любит Везде Корицу Кофе С корицей Пьет Я его Вообще Не могу Пить С корицей Чай С корицей Люди Пьют Вот Все Это Перемешивайте В однородную Массу Просто Выкладывайте На Противень Разровняли Все Ровненько Противень 2 сантиметра Глубиной Стандартный Противень У вас же Всегда В комплект Идет 2 Один Тонкий Противень Не глубокий Один Глубокий Вот Если взять Глубокий Противень Его полностью Весь засыпать Я люблю Много Картошки Поэтому У меня Всегда Больше Картошки Чем Сыра Сметана Это Все Выкладывайте На Противень Все Хорошенько Разравнивайте Духовка Нагрета 180 градусов Поставили В духовку 45-50 минут Это все Прям запекается Запекается Хорошо Все Достали И я люблю После того Как достал Накрываю Фольгой Прям затягиваю Фольгой Сверху Для того Чтобы еще Собственным Теплом Она размягчилась И осела Потом Даже Когда просто Горячее Поешь Вот осталось Еще Противень На 4 3-4 Человека В семей Нагрета И Хватает На еще На один Прием Пищи И Когда Даже Остынет Эту Гаурангу Эту Запеканку Можно Есть Холодная Она От того Что Вот Осела Сама Она Стала Поплотнее Поэтому Поэтому Вы Можете Кушать Так Вот Я думаю Так Подробно Хватит Галина Пойдем Дальше Ну Это Вот Так Из Этого Раздела Овощного Легкая Здесь Легко Можно Приготовить Ратату Из Овощей Просто Овощные Какие-то Миксы Много Вот По Зерновым Продуктам Да Я вам Рассказал Уже Про Китчери Если Кто И вы Хотите Сладкое Поесть Да Это Очень Хорошо Подходит Рисовый Пудинг Молочные Продукты Вам Разрешены Поэтому Вы Просто Разваривайте Рис Вот Чтобы Он Просто Прираскрылся Вот Перед Тем Чтобы Как Приготовить Пудинг Обжаривать Уже Рис Не Надо Как Вот Мы Разговаривали Когда Его Просто Готовишь Для Чего То Для Плю Для Рисового Пудинга Не Надо Его Обжаривать Вы Просто Промываете Воду Слили Ставите Стандартно Вариться Его Один Сантиметр Водой Готовится Он Также Плотно Закрытой Крышкой Он Разварился У Вас Вы Берете Уже Другую Можно Я Беру Прям Сковородочку Я Люблю Рисовый Пудинг Готовить Порционно Я бы так Сказал На 3-4 Порции Отвариваю Рисов Всегда На 5-7 Порций Потому что Рис Еще Ребенок Соевым Соусом Кушает Любит Вот Оттуда Я Беру Рис Беру Сковородку Наливаю Грамм 100 Сливок Чтобы Пудинг Был Пожирнее 20% Сливки Прям На Холодную Сковороду И Один Стакан Молока Сахар Корица Кардамон Молотый Забрасываю Туда Рис И Уже Это все Нагреваться Начинает И просто Мешаю Палочь Деревянной Деревянной Лопаткой Просто перемешиваю Чтобы это все Загустело И получилось Такое Сладкое Ризотто Подобие Такого Плана Вот Я Вообще Просто Его Готовлю Но Вкусный И Мне Всем Нравится Вот Вот Вопрос По поводу Макаронных Изделий Как Лучше Приготовить Как Лучше Готовить Макаронные Изделия Ну В плане Отваривания Отваривать Надо Всегда В воде В большом Количестве Воды С Добавлением Соли В воду Для того Чтобы Для того Чтобы Глютен Не сильно Выходил В воду Дело в том Что соль Это такой Продукт Который Выгоняет Из продуктов Влагу Вот А глютен Это не влага Поэтому Он Наоборот Их застаивает И Когда Вы Закипела Вода Вы Засыпаете Добавляете Туда Соль Засыпаете Макароны Первые Минуты Две Варки Три Не отходите Просто Потихоньку Помешивайте Воды Всегда Должно Быть Много Для того Чтобы Макароны Ваши В воде При варке Не склевались Они Должны Друг Друг Вокруг Друг друга Гулять Мы Это Повара Так Говорим Отварим Макароны Так Чтобы Они Гуляли Они Когда Вы Мешать Они Не должны Вот там Какаша Мешается Вот Поединю Чувствую А И Смотрите Если Вы Готовите Вообще Старайтесь Так Делать Сбрасывайте Готовые Уже Вареные Макароны Вместе С водой Сливайте На дуршлаг И После Этого Сразу Под Холодную Воду Для Того Чтобы Остановить Процесс Варки Это Используется В европейской Кухне Для того Чтобы Макароны Не Разваривались Если Вы Хотите Чтобы Они Горячими Оставались То Вы Должны Слить Воду И Сразу Поместить В ту Соусную Массу С которой Вы Сливочное Масло И Чтобы Они Не Склеились А Должны Не А Два Раза Перемешать Просто Перем Минута Две Минута Перемешали И так Разбухать Но Как говорится Не давят Друг На Друг Нужно Либо При Варке Добав Масло Скажем Потому Что Боличество Варки Часть Наверное Я Часто Это Никакого Эффекта Вообще Не Дает Но Скажем У Моей Загадки Масло Добавлялось В Случ Я Это Так Назову Чтобы Обволакивались Макароны Маслом Вот Что у нас Дальше По Бобовым Но Я Рассказывал Что Лучше Сего Замачивать Та же Самая Кичри Про Маш Я Уже Про Маш Говорю Про Нут Я Говорил Я Люблю Готовить Именно Как Его Больше Люблю Как Купкорн Кушать Просто Отвариваю Его Солью А потом Запекаю Со Специями Я Люблю Больше Паприк С Паприкой Потому Что Вкусно Интересно Для Семью У нас Они Все Душат Ее Ну Так Соевые Бобы Их Всегда Надо Замачивать Они Очень Долго Готов 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 Ну Отвар Готов Но Предварительно Всегда Замачивать Соевое Мясо Если Кто-то Употребляет Соевое Мясо А А Его Не надо Долго Варить Никогда Соевый Фарш Его Вообще Просто Заливается Кипятком Заваривается Как я Говорю Завариваем Доширак Залили Кипятком Закрыли Он Постоял И все По поводу Того Какое Количество Горячей Воды Заливать На этот Вопрос Не смогу Ответить Потому Что Разные Поставщики Делают Разный Соевый Фарш И Везде По-разному Я вот Сколько раз Не пытался Понять Для Разработок Технологичного Блюда В которых Есть соевое Мясо И соевый Фарш Никогда Не поймешь Сколько воды Это сложно Очень Поэтому Если мы Соевые Куски Кипятим Воду Забрасываем Туда Кусочки Если Это мелкие Если Большие Мы Еще Кипятим Минут Пять Десять Мелкие Кусочки Мы Потом На дружбу Шла Вот А по Фашу Очень Вообще Сложно У Бобова Мы Посмотрели Ну Про Молочные Продукты Мы Сегодня Нормально Так Поговорили Поэтому Что тут Еще Есть Что-то У вас Еще Вот Из того Что мы Сейчас Обсудили Вопросы Какие-то Вот Что 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 Сыр Твердый Сыр Твердый Ну Если Вы Вегетарианцы Смотрите Чтоб Сыр Был Без Сычужных Ферментов Животного Происхождения Для Вегетарианцев Разрешены Сыры Твердые Это Это Макробиальный Сычужный Фермент Просто иногда Пишут Сычужный Фермент Макробиальный И Сычужный Фермент Ну Растительного Происхождения Это понятно Есть Еще Такой Сычужный Фермент Особенно На европейских Каких-то Импортных Сырах Пишут Де Как же Он правильно Делакто Что-то Такое Как-то Делакто Английскими Буквы написано Сычужный Фермент Делакто То Вот этот Сычужный Фермент Он Растительный Это Растительные Бактерии Которые Именно Действуют Очень Хорошо На лактозу Ачма Ачма Что-то Знакомое Татьяна Написала Название Я Слово Знаю Слышал А понять Не могу Там Творог Сыр Молоко И так далее Татьяна Честно Скажу Я не знаю Как готовится Ачма А может И знаю Я что-то Не могу Может Она по-другому Как-то Тоже Называется Я просто Не сталкивался Именно С этим Словом Вот Поэтому Татьяна Я вот Не смогу Вам Ответить На вопрос По поводу Ачмы Там Творог Молоко По И Нет Ой Давайте Мы Это Сейчас Вопрос Решим Скорее Всего Я Посмотрю Я Наверное Выложим Рецепт Ачмы Я для себя Запишу Я сделаю Рецепт Посмотрю Вообще Что Это Именно Чтобы Понять Может У меня Просто Сейчас Голова В эту Сторон Не Работает Вот И Постараюсь Сделать Рецепт И мы Выложим Для Общего Доступа Вот Из Фасоли Какое блюдо Рекомендуете Я люблю Фасолевые Блюда Которые Содержат Большое Количество Белка И Грубо Говорят Ты С одной Горсти Еды Можешь На Ед У меня Самое Любимое Той Класс Это Отварная Красная Фасоль Отварная Красная Фасоль Кукуруза Вот Именно Из Початков Которые Просто Срезайте Все Семена С Нее И Все Сметана Твердый Сыр Натертый Крупной Терке Паприка Черный Перец Соль И Пюре Свежих Томатов Как Это Все Готовлю Я Просто Беру Сковороду И Лук Беру Сковороду Нагреваю Добавляю Сливочное Масло Чуть Чуть Растительного Забрасываю Туда Нарезанный Лук Следом Забрасываю Туда Все Специи Потом Добавляю Забрасываю Туда Отварную Красную Фасоль Кукурузу А Забыл Еще И Болгарский Перец Нарезанный Тонкой Тонкой Соломкой Вот Добавляю Кукурузу Болгарский Перец Забрасываю Туда Томатное Пюре Даю Чуть Чуть Покипятить Ну Как бы Покипятиться Повыпариваться Потом Добавляю Туда Столовую Ложку Большую Грамм С горкой Сметаны Добавляю Туда Сыр Натертый Это Просто Все Замешиваю До Однородной Массы И Заворачиваю Пшеничную Тортилью Или Еще Есть Кукурузные Такие Кармашки Называются Тако Кармашки Или Добавляю Туда И Все Вот Это Мое Любимое Блюдо Которое Я Часто Готовлю В Некоторых Случах Я Добавляю Туда Грибы Шампиньоны Нарезанные Иногда Добавляю Чтобы Еще Больше Белка Было Вот Такое Блюдо Я Вам Порекомендую Попробуйте Это Легко Этому Научить Готовить Это Детям Ну Им Детей Научить Это Готовить Шаурма Это Что-то Такое Все Едят Вот Это Вегетарианская Шаурма Которая Десять Раз Ее Полезнее Можете Попробовать Вот По орехам Вы Можете Проращивать Замачивать Кушать Как Хотите Вот Здесь Нету Запретов Это Вот Все Можно Все Это Можно Есть Кокоса Вы Много Никогда Не Будете Кушать Вот По Растительным Маслам Тут Получается Первое Можно Умеренно И Я думаю По Растительным Маслам Я Тоже Вам Все Нормально Обсудил И Специи У Наши Друзья Есть У вас Еще Какие Вопросы Что-то Еще Интересное По Поводу Татьяна По Поводу Ачмы Я Разберусь С Этим Вопросом Вот Я Думаю Что Мы Просто Рецепт Рецепт Наверное Выложен Для тех Кто Будет Иметь Доступ К Этому Видео Потом Модератор Чуть Попозже Но Я Просто Сейчас В командировке Нахожусь У меня Сегодня Время Для Вас Только Выкроил И Потом Какой Нибудь Интересный Вот Что Можно Готовить Из Кокосового Молока Часть Кокосового Молока Используется Для Приготовления Паназиатской Кухни По поводу Кокосового Молока Вот Кстати Пудинг Я Рассказывал А Вы Попробуйте Добавить Не стакан Молока Растительного А Добавьте Туда 4-5 Вообще Там Можно И Молоко Прям Стакан Тоже Поменяйте Стакан Молока Простого На Кокосовое Молоко И Приготовьте Пудинг Я Готовил Два Раза Такой Пудинг Мне Очень Понравилось И Поэтому Я Я Сказал Я Просто Во Многих Блюдах Заменяю Животное Молоко На Кокосовое Очень Необычно Бутера Раскладывается Как Правильно На Что А Что Такое Бутера Татьяна Классные Слова Нам Подобрала Я Буду Расширять Свой Словарный Запас Вот Я Посмотрю Татьяна Что И Как С Этим Делом Мы Информацию Тогда Просто Добавим К Нашему Видео Так Будет Проще Из Красной Фасор Это Грузинская Кухня Я Так Понимаю Да Татьяна Потому Что Из Красной Фасоли Ачма Ну Это Грузинское Какое-то Название Я Посмотрю Что Это Такое И Ну Мы Разберемся С Этим Делом Мне Саму Просто Стало Интересно По Поводу Этой Ачма Вот А Что Такое Бутера Я Вообще Не Знаю Этого Слово Я Никогда Его Не Слышал Я Много Рассказал Вы Имеете Ввиду Про Эти Как Вот То Что В Ролл Заворачиваю Про Буррито Я Про Буррито Рассказывал Вот Буррито Это Как Шаурма Заворачивается И Все Она Вот Вы Начинку Сделали И Буррито 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 Тако Это Также Входит И В раздел Тако Блюд Потому Что Если Просто Поменять Тортилью На Кармашек Кукурузный Поэтому Тут Можно По Всякому Это Вегетарианская Шаурма Это Ролл Томатный Ролл У них Во всех Кухнях По-разному Называется Это Как В Индии Тичри И Тичари Тут Поэтому Тут Много Что Можно По Поводу Это Вот Ну Что У нас Что Сегодня По Времени Вот Есть Еще У вас Какие Вопросы Которые Прям Вот Мы Можем Сейчас Обсудить И Я Думаю Что Я Побегу Работать Пойду Порядок На кухне Наводить А то Ремонт Закончили И я Еще Не Дошел До Куда Вот Так что Дорогие Друзья Следующий Наш Вебинар Будет Уже Для ПИТа Конституции Я Я Забыл Какого Он Числа Я Думаю Сейчас Модератор Подскажет Какого Когда У нас Будет Следующая ПИТа 20 Будет По ПИТа Конституции Я Вам Скажу Что Я Буду Его Вести Уже Из Севастополя Потому Что У меня Как раз 22 Я Вылетаю В Крым Открывать Заведение Еще Одно И Оттуда Я Вам Буду С берегов Морей Родных Теперь Наших Рассказывать Вот Так что Я Вас Хочу Поблагодарить Заведение Будет Называться Это Будет Заведение Еды Вагон Называется Это Мне Надо Там Обучить Персонал Правильной Работы Кухни Это Не Вегетарианское Заведение Будет Я Работаю Там Только С поварами Я Обучаю Как Правильно Надо Работать Как Соблюдать Стандарты Общественные В Крым Сейчас Там Вот И мне Надо Соблюдать Вот Поэтому Думаю Сейчас Езжу Посмотрю А потом Можно Второй Раз Уже Ехать Спокойно Что-то Вегетарианское Открывать Потому Что Я Первый Раз В жизни Поеду В Крым И Первый Раз В жизни Я Увижу Море Поэтому Я Туда Еду Просто Поучить Ребят Правильной Работе Вот Так что Вам тоже Большое Спасибо Что вы Сегодня Потеряли Со мной Три Часа Точнее Уделили Мне Три Часа Времени Вот Пупитая Конституция Будет Такого Же Плана Все Расклады Обсуждения Тут Уже Из Крыма И Там Также Мы Сможем Все Обсуждать Поэтому Если Кто-то Из Вас Будет На Вебинаре Вы Можете Заранее Сразу Пропишите Все Вопросы Какие Вас Интересуют Вот И Если Вдруг Ну Я Не Смогу Ответить Мы Все Равно Будем Под Видео Вот Именно Ответы На Ваши Вопросы Которые Есть Задавали Вы Сегодня По Поводу Этой Ачмы То Я Все Это Выложу Я Как Раз Через 5 Дней Через Неделю Возвращаюсь В Новосибирске Там Спокойно Все Это Сделать Вот Спасибо Огромное Руслан Я Большое До Новых Встреч Следите За Новостями На Видапульсе Там Еще Много Всего Всего Хорошего Хорошего Вам Что У всех Наверное Разное Время Так что До свидания Живите здорово Питайтесь Правильно Спасибо Огромное Руслан Михайлович Как всегда Очень вкусно И очень интересно Дорогие Друзья Вам Спасибо Что Вы Были С нами До Новых Встреч Расписание На Апрельские Вебинары У вас На Почте На Ваши Будет Уже Буквально Завтра До Встречи